Вы смотрите новости на пятом канале в студии Рушан Бараев. Здравствуйте, сегодня четверг, 13 января. Коротко о главном. Выживают, перебиваясь случайными заработками. Какие проблемы в основном волнуют молодых карагандинцев и чем может помочь государство? Критический всплеск заболеваемости. Карагандинская область сегодняшнего дня в красной зоне по распространению коронавирусной инфекции. Удешевление не коснется емкостного газа. Цена голубого топлива в баллонах в Караганде снизилась вслед за автогазом. Выживают, перебиваясь случайными заработками. Президент поручил особое внимание обратить на безработицу среди молодежи. Какие проблемы в основном волнуют молодых карагандинцев, чем может помочь государство и насколько эффективна эта помощь, выясняла Людмила Батюшкина. По опросам, самые больные проблемы у молодых людей – это жилье, работа и недоступность высшего образования. Найти работу тяжело для молодежи. Везде требуется стаж. Поэтому я считаю, что было бы хорошо, если даже начинающим специалистам выделили какую-то хорошую, например, изначально зарплату. Не 40 тысяч, а вот хотя бы 70 тысяч. Ну и потом начинается жилье. Вот сейчас сын у меня 23 года. Ну ладно, девушка есть, женится. Допустим, а где жить? Ни моя жена, ни они не хотят вместе. Заранее уже не хотят. Молодежи все хватает. Деньги не хватает обычно. Ну, с жильем проблемы, может, у кого-то бывают. С работой нету проблем, работа везде есть. Высшее образование дорого получить сейчас. Даже, ну как сказать, даже самое дешевое платное образование, оно все равно с каждым годом увеличивается. Официально в Казахстане молодыми считаются люди до 29 лет. До этого возраста они могут воспользоваться мерами господдержки. Например, проектами общественной работы, социальные рабочие места, первое рабочее место или с дипломом в село, где молодому специалисту дадут подъемные и льготную ипотеку. Могут подать заявку на грант на открытие своего дела или на молодежную практику, где государство будет полгода платить начинающему специалисту зарплату в 70 тысяч вместо работодателя, чтобы закрепиться на предприятии. То жалование, то уровень заработной платы, который предоставляет в молодежной практике, оно не устраивает. То есть, условно говоря, молодому человеку иногда даже проще пойти на низкоквалифицированную работу, которая не требует там высшего образования, да, но размер заработной платы и дохода он будет, ну, в разы больше, чем который предлагается. С жильем хуже. На такую зарплату молодым людям невозможно накопить на покупку жилья, а государство не может обеспечить квартирами даже сирот, хотя обязано по закону. Резонно у молодых людей ожидания получать зарплату как минимум вдвое больше, но такие ожидания считают завышенными. Хотят вот сразу 250, 300, еще больше, чтобы работать, но у них нет опыта работы. Работодатель тоже на этих смотрит. Мы говорим, давайте вот сперва здесь на активных мерах поучаствуйте, давайте на постоянные рабочие места, а в дальнейшем, как это у вас будет, вы себя покажете, работодатель может от себя еще доплачивать ваши заработные платы. В целом мер господдержки в Казахстане много, говорят чиновники, но не все они пользуются спросом у молодежи. Сейчас будут рассматривать увеличение размеров выплат, и, возможно, это поможет. К примеру, лучше молодым педагогам на селе добавят коэффициент к зарплате и будут давать компенсации на оплату съемного жилья и комуслуг, а в Карагандинской области молодым врачам на периферии дают служебное жилье с мебелью и техникой. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал. Критический всплеск заболеваемости. Карагандинская область с сегодняшнего дня в красной зоне по распространению коронавирусной инфекции. Вчера область перешла в желтую зону, а сегодня уже переместилась в красную. Какие основные симптомы болезни, что делать, если заметили их у себя и как уберечься, узнавала Ирина Вовещевич. В поликлинике номер 3 еще на прошлой и позапрошлой неделе фиксировали 25-30 вызовов мобильных бригад на дом, а за вчерашний день 95. В первой неделе нового года в день выявляли 1-2 положительных случая больных с подтвержденным диагнозом коронавируса. А за вчерашний день таких пациентов было аж 46. Пока точно объяснить, с чем это связано, медики не берутся. Возможно, повлиял целый ряд факторов. Возможно, это связано с новогодними праздниками, когда люди стояли. Может быть, связано с событиями в Алма-Ате, когда люди стояли в банкоматах, ждали очереди, может быть, там заражение. Ну, вполне вероятно, что это пришел омикрон. Жалобы, с которыми пациенты приходят, как обычно, это высокая температура 38-38,5, которая сопровождается выраженной слабостью, разбитостью. От обычного ОРВИ, по словам медиков, опасную болезнь отличает самый главный симптом. Люди повально жалуются на нехватку сил, говорят одно и то же. Не можем встать, не можем ходить. Примечательно, что при этом нет выраженного кашля, а насморка, если и может быть, то в виде исключения, как и боль в горле. То есть, основной симптом – это высокая температура, головная боль, ломота в теле, разбитость, резкая слабость. В настоящий момент могу сказать, что из вакцинированных тяжелых пациентов у нас нету. То есть, кто в реанимации лежит с высоким поражением легких. Но тоже не исключая, вполне могут появиться, что и тяжелые, если у человека иммунитет снижен, особенно после новогодних праздников. Виктор Музафаров по наблюдению в городе заметил, что жители расслабились, не носят маски и уже забыли про соблюдение дистанции. Никто не отменял обработку рук антисептиками в общественных местах. А приходя домой, первым делом мойте тщательно руки с мылом – главным врагом вируса. Прививайтесь, проводите ревакцинацию. Иммунитет после первой вакцины уже через 5-6 месяцев снижается, поэтому призываем всех провести ревакцинацию. На данный момент у нас на ревакцинацию есть Козвак, есть Синовак. В ближайшее время ожидаем спутник Лайт. Файзер прививаем и ревакцинируем беременных, подростков от 12 до 18 лет, и мамочек, кормящих грудью. Медик говорит прямо – вакцина не панацея, и заболеть можно. Но вот степень тяжести протекания болезни, осложнения, сроки выздоровления зависят от этого напрямую, и в этом нет сомнений. Многие привитые и заразившиеся даже могут и не ощутить симптомов. Поэтому среди невакцинированных намного больше тяжелых случаев. Да, среди вакцинированных они тоже есть, но это именно связано с тем, в каком состоянии был организм. Если человек наркоман, если он болеет спидом, если у него онкология четвертой стадии, если он не ел, если он был в запое, то, конечно, иммунитет будет снижен, даже специфический иммунитет. И от того, что он получил вакцину, ревакцинацию, его это особо не спасет. Прежде всего призываю вакцинироваться тех и ревакцинироваться, у кого есть фоновые заболевания, у кого свой иммунитет снижен. Паранхиальная астма, ИБС, инсульты, инфаркты, именно вот этот сахарный диабет, повышенный вес, мужчины, которые курят. В поликлинике говорят, что всплеск болезни колоссально резкий и высокий. Утешает, что пика, как в прошлом году летом, пока нет. Но тогда и заболеваемость фиксировалась не так быстро. Также говорят, что из всех заболевших за вчерашний день, пока в больницу попали только двое, остальные лечатся дома. Поддерживайте иммунитет, ведите здоровый образ жизни, питайтесь калорийно и правильно, высыпайтесь и не переохлаждайтесь. А если все же подцепили вирус, то протокол лечения проверенный прежний. Если у человека появилась температура, в первую очередь, чем мы лечим? Это противовоспалительные препараты. Ну, то есть, покой, нормальный сон, обильное питье, витамин С, витамин Д. И из специфических препаратов, это противовоспалительные, ибупрофен, парацетамол. Если температура до 38 или там 38 с небольшими, и человек его неплохо переносит, то можно ее не избивать, дайте иммунитету поработать. Если температура высокая, или человек ее плохо переносит, как я говорил, слабость выраженная, то тогда сбиваем ее парацетамолом, аспирином. Все, больше ничего вы сами не назначаете. Дальше обращайтесь к медикам, и они уже будут координировать лечение. Антибиотики не работают на коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки в области зарегистрировано 669 новых случаев заражения COVID-19. Репродуктивное число по области превысило единицу и составило 2,856 тысячных. Эпидемиологическая ситуация ухудшается. Пока лабораторно вирус омикрон в области не выявлен. Ирина Вобещевич, Шалкар Алтенбеков, Наталья Заяц, 5 канал. Цена баллонного газа в Караганде снизилась вслед за автогазом. Сколько теперь будет стоить газ в баллонах, и почему удешевление не коснется емкостного общего газа, выясняли наши корреспонденты. По поручению президента, цену автогаза продавцы в Караганде снизили со 120 до 80 тенге. Областные власти провели переговоры и с поставщиками баллонного газа. Восемь из них согласились снизить цену и продают его от 70 до 105 тенге за литр. В Караганде Туалемгаз начал реализацию газа в баллонах по 88 тенге за литр вместо 175. То есть без доставки маленький баллон по полторы, а большой по 3000 тенге, с доставкой соответственно 2,4 тысячи. Ну, в настоящий момент, конечно, да, это не то, что убыточно, это, грубо говоря, себестоимость. То есть мы на этом ничего не зарабатываем. То есть это получается, грубо говоря, по себестоимости. Ну, учитывая, что газ будет немножко дешевле, допустим, предоставляться нам в феврале месяце, то есть в феврале, то есть, соответственно, будет небольшой доход. Однако емкостной газ, который жители получают через газораспределительные сети, останется по прежней цене. Потому что, допустим, тот тариф формируется совсем по-другому. То есть там другие совсем расходы. Это здесь, как бы, система намного проще. Допустим, баллоны, получается, просто проводим техническое свидетельство, нечистку, получается, замену клапанов в случае необходимости. Там система совсем другая. То есть там другие тарифы, другие услуги, получается, и другой уровень, скажем так, расходов. Пожарные напоминают, что в домах выше двухэтажных газовые баллоны использовать запрещено. Самовольно запрещается ремонтировать газовые приборы, баллоны. Также включенный газовый прибор нельзя оставлять под присмотром детей. Ещё нельзя проверять газовые баллоны, утечку именно открытым огнём. Надо использовать специальный мыльный раствор. Также в автомобильных заправочных станциях запрещается заправлять бытовые именно газовые баллоны. По сообщению Акимата области, в районах цены также снижены. В Тимиртау литр баллонного газа стоит 100 тенге, в Жесказгане – 88, в Балхаше – 85. Переговоры с остальными поставщиками газа продолжаются. Людмила Батюшкина, Шалкар Алтынбеков, Данил Заславский, Пятый канал. В Караганде продолжают изымать оружие. Комитет национальной безопасности заявил о снижении уровня террористической угрозы и отмене критического красного уровня опасности в Нур-Султане, Шемкенте и 12 областях, в том числе Карагандинской. Между тем, для обеспечения правопорядка в Карагандинской области продолжают действовать ограничения, связанные с введением чрезвычайного положения. Согласно сводке коменданта Карагандинской области Ирлана Файзулина, общественно-политическая ситуация в Карагандинской области стабильная. В течение прошедших суток зарегистрировано 34 уголовных правонарушения, из которых сотрудниками полиции раскрыто 19. За нарушение режима ЧП уже составлено 680 административных протоколов, 69 лиц подвергнуто административному аресту, 26 нарушителей оплатят штраф. За все время ЧП полицейские изъяли 45 запрещенных предметов, среди них 18 единиц гладкоствольного оружия. Кроме того, выявлено 9 фактов хранения наркотических средств, 6 установленных иностранных граждан привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Повысить уровень боеготовности. На заседании в Можилисе парламента главой государства Касым Жумартом Тукаевым были озвучены ряд ключевых инициатив по повышению боеспособности Национальной гвардии Республики Казахстан. К реализации поставленной задачи военнослужащие приступят, а пока они занимаются в том числе и обеспечением правопорядка на улицах городов. Ирина Вобещевич далее. После трагических событий в стране в правительстве пришли к пониманию, что необходима кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности. Эта задача станет стратегически важной на предстоящий период. Как отметил Касым Жумар Тукаев, предстоит перестроить работу вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки. Все они должны слаженно работать во имя одной цели – максимально эффективно защищать наших граждан, конституционный строй и суверенитет от угроз любого характера и масштаба. Укрепить количественно и качественно национальную гвардию. Предстоит сформировать ее новые подразделения в регионах и усилить действующие. Решить вопросы с транспортным и материально-техническим обеспечением. Увеличить численность подразделений специального назначения Министерства внутренних дел и национальной гвардии. Повысить уровень боеготовности. Поставленные задачи даст настить необходимыми специальными транспортными средствами силовые структуры. Увеличить оплату труда сотрудников всех спецподразделений. Обеспечить эффективную координацию между различными силовыми структурами. Также намерены ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям. Как отмечено главой государства, в ближайшее время будет проведено заседание Совета безопасности, на котором рассмотрят конкретные направления реализации всех задач. В настоящее время при режиме ЧП в области все сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии и Министерства обороны Республики Казахстан переведены на усиленный режим несения службы. Так, по городу Караганде военнослужащие регионального командования Урталы к воинской части 64-51 определены для обеспечения правопорядка. Жители и гости города Караганды, вы можете быть спокойны. Ваша безопасность под нашим контролем. Хочу сказать большое спасибо своим офицерам и сержантам за то, что они научили нас правильно действовать в сложившейся обстановке и не отпускать руки перед трудностями. Днем и ночью в несколько нарядов они патрулируют город при обнаружении подозрительных фактов, вызывают полицейских. Национальная гвардия Республики входит в единую систему органов внутренних дел и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств. Я сегодня заступил в качестве дежурного по высковым нарядам Центрального отдела полиции. Наша главная задача – это обеспечить охрану общественного порядка города Караганды. Карагандинцы благодарят военных, которые стоят на охране нашего спокойствия. Ребята бравые, хочу сказать, молодцы, охраняют нас. Как думаете, национальные гвардии и народы, они едины вместе? Думаю, что да. Ирина Вобещевич, Сирик Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал. Все мы знаем, что моменты из жизни непросто сохранить в памяти на долгие годы, а фотография помогает нам в этом и побуждает заново переживать счастливые минуты прошлого. Вашим помощником в этом может стать фотостудия «Аура», которая существует в Караганде более 20 лет. Предоставляют такие услуги, как художественная фотография, фото на сувенирной продукции, реставрация старых фотографий, печать и изготовление фотокниг, рамки из багета любого размера, фотокартины и множество других услуг. Также хотелось бы упомянуть, что в день съемки предоставляется скидка в размере 15% печати на холсте. Еще я хочу напомнить нашим жителям, что мы живем в эпоху потерянных технологий, потому что все, что вы сохраняете на цифровых носителях, это все исчезнет. Печатайте фотографии с нашей фотостудией. У нас хорошая фотопечать на цифровой фотомашине. Фотографии не выцветают, не мокнут. Это мокрая и называется фотопечать хорошего качества. В новогодние праздники многие карагандинцы не успели сделать семейной или индивидуальной фотосессии. Поэтому фотостудия «Аура» новогодней фотозоны будет сохраняться весь январь. Одна из особенностей данной студии – это фотосъемка для больших семей или коллективов. А цены весьма вас порадуют. С этой фотостудией «Аура» я уже знаком, наверное, лет 10-15. Я очень давно пользуюсь ими услугами, потому что это люди, я вижу, что здесь высококвалифицированные работники. И буквально недавно я участвовал в их конкурсе в Инстаграме. Я выиграл фотосессию на час. Поэтому я всегда, где бы я ни был, я всегда прихожу к ним. И в данный момент я почему пришел, потому что у меня… Мы создали новый контракт в Италии насчет моих картин. И они попросили сделать фотографии моих картин, моих работ в высоком качестве, ну, чтобы это были профессиональные фотографии. Порадуйте себя и своих близких оригинальным интересным подарком. Будь это фотосессия, фотокартины или сувениры с вашим изображением. А самое главное – он сохранится на векам. И в этом вам поможет фотостудия «Аура», которая находится в торгово-фермерском центре «Алт-Нарба», второй этаж, 119-й бутик. А также в торговом центре «Цум», третий этаж, левое крыло. И торговый центр «Абзал», первый этаж, 17-й бутик. На этом все. Просим крокодинцев сохранять спокойствие и соблюдать требования комендантского часа. Всего вам доброго. Помните, что наша сила в единстве. Субтитры создавал DimaTorzok